МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СТВ продолжает вечерние новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Новая программа с Международным валютным фондом. Как идут переговоры с командой МВФ и какие возможные экономические меры обсуждаются. Правительство Беларуси и Нацбанк доложили президенту. Новый учебный год. Вооруженных сил и белорусские авиаторы начинают с приема пополнения. 10 самолетов МиГ-29. После ремонта вновь заступают на боевое дежурство. С подробностями Максим Злиш. Его называют чумой 21 века. Сегодня весь мир демонстрирует солидарность в борьбе со СПИДом. Как в Беларуси противостоят проблеме, узнавала Валентина Железная. Представители из 12 стран мира и новейшие разработки будущего. Молодые ученые сегодня в Минске обсудили перспективы развития. О том, что можно уже сегодня увидеть своими глазами и даже попробовать, материал Элеонор Лутович. Взвешенный подход и соблюдение национальных интересов. Такую позицию озвучил сегодня президент на совещании, где шла речь о программе расширенного финансирования СМВФ. Сегодня решается вопрос о привлечении кредита фонда в размере 3 миллиардов долларов сроком на 10 лет. Но эти деньги стране и международная финансовая структура выделят только на определенных условиях. Это и стало главной темой сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. Что же это за условия и какова позиция официальной власти? Наталья Бреус с подробностями. Тесное сотрудничество с Международным валютным фондом идет в последние месяцы. В сентябре, будучи в Нью-Йорке, Александр Лукашенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Удалось сблизить позиции. Это стало заметно почти сразу по риторике экспертов международной организации. С 9 по 19 ноября в Минске находилась команда специалиста фонда во главе с руководителем миссии Питером Долманом. О том, как реализуются договоренности, что удалось достичь, руководство правительства и Нацбанка Беларуси докладывает президенту. Присутствует весь экономический штаб страны. Вы знаете, что я встречался по договоренности с Лагард здесь, с их представителями, которые ведут переговоры с нашим правительством. Мы не нашли каких-то проблем в согласовании той программы, которая предложена. Все, что предлагается, это разумно, рано или поздно нам придется реализовывать. Но вопрос один. Когда, в какие сроки и, самое главное, какие в результате этого будут последствия? Это первое. Второе. Я хочу, чтобы в правительстве и в Национальном банке прекрасно понимали мою позицию. Дело здесь не в популизме. Но, я еще раз подчеркиваю, резать по-живому неизвестно зачем, в угоду кому, я не собираюсь. Мы пойдем только на те, как вы их называете, реформы. Это никакие не реформы. Это нормальное функционирование государства. Так вот, мы пойдем только на то совершенствование того, что у нас есть. Только тогда пойдем, когда будем уверены, что в результате, к примеру, повышения тарифов на ЖКХ, люди будут в состоянии заплатить по счетам. Если это приватизация, мы должны быть уверены, что это будет приватизация честная, чистая, открытая и, самое главное, конкурентная. Везде должна быть конкуренция, в том числе при приватизации того или иного предприятия. Если мы говорим о том, что нам надо повышать пенсионный возраст, о чем, кстати, МВФ нам настоятельно рекомендует. Я перед выборами об этом сказал, не боясь никакого популизма, что моя абсолютная убежденность, что нам надо повышать пенсионный возраст. И назвал причиной. Но при этом я сказал, что мы должны посоветоваться с нашим народом. Мы должны услышать народ. Переговоры в госорганах были очень интенсивные, иногда длились по 14-16 часов в сутки. Эксперты МВФ отметили позитивные сдвиги в белорусской экономике. Правительство и Национальный банк в контакте со специалистами фонда обсуждали программу экономических мер, которая может быть поддержана кредитом. Нам необходимо привлечь как можно более комфортные по срокам и стоимости ресурсы для исполнения своих внешних валютных обязательств. Условия МВФ 3 миллиарда долларов по 2,28% годовых на 10 лет. Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, ни кто нам под такой процент деньги не дает. Поэтому это выгодно, не обсуждается. Программа СМВФ это не эфемерная, навязываемая извне система преобразования. Это по сути меры, которые мы уже реализовываем или планируем реализовать в ближайшей перспективе, исходя из объективных потребностей экономики. На встрече с Лагард Александр Лукашенко привел убедительные доводы о том, что нужно брать во внимание чувствительные для наших людей моменты. Все-таки в республике социальная сфера в приоритете. Так что вопросы президента о сроках и последствиях были вполне логичны. Мы должны действовать в интересах собственного народа. И если в МВФ нас не поддержат и не поймут, в этом нет трагедии. Будем дальше с ними работать или не работать вообще. Я хочу сказать, что главное это наш народ и наше государство. Из этого мы должны исходить. Но еще раз подчеркиваю. Вот они мне всю программу перечислили в присутствии Павла, который был на переговорах. Я нигде им не сказал нет. Нигде. Ни по тарифам, ни по возрасту, ни по зарплатам. Нигде. Понимая о том, что это нормальное, разумное предложение. Но с бухты-барахты делать нельзя. Сломаем страну, обидим народ, дестабилизируем обстановку. Комментируя итоги совещания, в правительстве подчеркнули, что намерены еще раз проработать последствия программы. Это, как и сами переговоры, длительный процесс. Необходимо еще раз очень серьезно посмотреть на последствия этой программы. Отдельный аспект уже для нас очевидный. Наверное, в ближайшее время мы еще раз вернемся к рассмотрению вопросов тарифов ЖКХ. Такая очень чувствительная тема для нашего населения, абсолютно очевидная. И вернувшись в ближайшее время к этому вопросу, мы, видимо, выйдем на какое-то окончательное решение. В последний раз Беларусь сотрудничала с МВФ в 2009 году, когда была успешно реализована программа «Стендбай» на сумму 3,5 миллиарда долларов. Это позволило смягчить негативные последствия внешнего экономического кризиса. Все обязательства по кредиту Беларусь выполнила, зарекомендовав себя надежным партнером. Кстати, финансовой подпиткой МВФ пользовались многие страны. США, Южная Корея, Индонезия, Бразилия, Россия, Сербия, Польша, Казахстан. Всего же кредиты МВФ сейчас выданы 35 государствам. Наталья Брёс, Евгений Горин, телекомпания СТВ. Китайский юань включили в корзину резервных валют Международного валютного фонда. Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард. Совет директоров постановил, что китайский юань отвечает всем предъявляемым критериям. На данный момент в корзине резервных валют находятся американский доллар, евро, британский фунт и японская иена. Официальное решение МВФ вступит в силу с 1 октября следующего года. Тревожные новости поступают из Турции. В Стамбуле в метро произошел взрыв. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем. По предварительным данным взрыв мог произойти в трансформаторной будке. Движение поездов остановлено. Ну а чуть ранее в столице Болгарии саперы уничтожили подозрительный багаж, который вызвал тревогу в Международном аэропорту Софии. Подозрительные предметы находились в микроавтобусе. Эксперты произвели так называемый направленный взрыв. Первоначальная информация об обнаруженном в машине взрывном устройстве не подтвердилась. Германия вступает в борьбу с группировкой «Исламское государство». Берлин намерен задействовать в антитеррористической операции свыше тысячи военнослужащих. Также в Сирию будут направлены самолеты, разведчики, фрегаты, самолетозаправщики. Миссия ограничена сроком на один год, но в дальнейшем может быть продлена. А в Соединенных Штатах из-за возросшего уровня террористической опасности ужесточат правила безвизового въезда. В частности, у иностранцев будут брать отпечатки пальцев и другие биометрические данные. Также отслеживать, посещают ли они страны, предоставляющие убежище террористам. И к событиям в Беларуси. Сегодня личный состав 61-й авиационной базы в Барановичах принимал пополнение. На боевое дежурство заступили 10 модернизированных самолетов МиГ-29. Примечательно, что вся их новая начинка впервые делала рук белорусских конструкторов. Символично и то, что прием техники совпал с началом в ВВС и войсках ПВО нового учебного года. Поэтому военная авиация тут же приступила к полетам. О легендарном истребителе и его втором дыхании Максим Слиш. Владимир Липунов осматривает МиГ-29. Летает на этом типе самолетов авиатор не первый год. И перед тем, как отправиться в небо уже на обновленном истребителе, делится первыми впечатлениями. Самолет после ремонта, он естественно получает второе дыхание, новую жизнь. А этот жест напутствия отражает общее волнение. Несколько минут на то, чтобы проверить работы всех систем, истребители в паре идут на взлет. Отечественные специалисты не задавались целью создать новый самолет. Технические характеристики МиГа могут дать фору истребителям последнего поколения. Ставку делали на доработку узлов и механизмов, которые должны восстановить ресурс техники, а также повысить уровень подготовки летного состава. Мы надеемся, что именно 2015-2016 год в подготовке летчиков станет переломным. И основная задача будет достигнуться. Летчик любого типа авиации будет готов к выполнению самых сложных задач. Отечественные конструкторы не только провели капитальный ремонт техники, что называется, перебрав каждый винт своими руками, но и значительно ее модернизировали. Сейчас на МиГ-29 установлена система наблюдения за полетом. Ранее на боевых машинах такого класса она не применяла. А это означает, что летчик после полета может проанализировать свои действия уже в спокойной обстановке на Земле. Этот аспект крайне важен в подготовке. Но на достигнутом останавливаться не станут. И в планах на будущий год. У нас предусмотрено и в 2016-2017 году капитальный ремонт и учебно-боевых самолетов. Мы сейчас завершаем ремонт учебных самолетов Л-39. Заключен контракт на покупку очередных четырех учебно-боевых самолетов ЯК-130. Многоцелевой истребитель белорусской авиации техника легендарная. Летчики установили на нем 15 мировых рекордов. В скорости полета по замкнутому маршруту и скороподъемности. Миг же модернизированный должен стать основным учебником для молодых авиаторов. За делом на очередное достижение. Максим Слиш, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Перспективы евразийской интеграции сегодня в Москве обсуждали участники Евразийского экономического конгресса. Этот форум стал площадкой для прямого диалога делового сообщества и органов государственной власти стран-участниц. Среди ключевых вопросов создание общего рынка лекарственных препаратов, сотрудничество с Евросоюзом, арабскими странами, Китаем и Индией, а также разработка таможенного кодекса ЕАЭС. Пока конкретная дата его вступления в силу не определена, однако специалисты рассчитывают, что документ удастся принять в будущем году. Сейчас мы все разногласия по таможенному кодексу оформили уже в таблицу. Получилось порядка 200 позиций. Но это те случаи, когда одна страна против четырех. То есть четыре страны настраивают на единой позиции, и в одной стране есть особое мнение. Не всегда это Казахстан, иногда это в том числе и Белоруссия, иногда Россия. Сегодня же Минск стал своеобразным центром евразийской науки. В белорусскую столицу съехались около 500 молодых ученых из 12 стран мира. Каждый из них намерен сказать свое слово в науке, поэтому в Беларусь они привезли свои лучшие разработки и проекты. Возможно ли вылечить дисбактериоз зефиром или похудеть на пряниках? Об этом Ильяна Ролутович. Ну и как вам зефир? Очень вкусный. Вообще отлично. Такими словами, сегодня в Минске открыли Евразийский форум молодых ученых, представителей России и Армении. Продукты будущего и отчасти уже настоящего, как оказалось, не только вкусные, но и полезные. Вот они, новейшие научные разработки 21 века. Это не просто стол с угощениями. В каждом из этих продуктов содержатся полезные вещества, которые, в принципе, могут заменить лекарство. Так, например, вот этот бифидозефир поможет избавиться вам от дисбактериоза. Полезные сладости можно использовать как для лечения самой болезни, так и для профилактики. Впервые о зефире с олигофруктозой наши производители услышали в 2013-м. Спустя два года его можно найти на полках магазинов по всей Беларуси. Специальная маркировка и рекомендация Минздрава на этикетке – то, на что должны обратить внимание покупатели при выборе такого инновационного продукта. Мы стараемся показывать фабрикам достоинства этой технологии. То есть показываем, что замедляется процесс черствения, улучшаются подсветительские свойства, можно увеличить срок годности, здесь логистические издержки. Весомые аргументы и коммерческий подход – то, что помогло Светлане при реализации ее проекта. При наличии хорошей разработки – метод результативный. Но молодые умы сегодня все чаще выбирают путь наименьшего сопротивления, тем самым бросая вызов производителю еще на стадии зарождения идеи. Надо приходить к потенциальному потребителю и спрашивать, что необходимо вам. Тогда производственники ставят задачу, а мы, ученые, разрабатываем. Действительно необходимой оказалась разработка молодых ученых в области микрохирургии. Использование стволовых клеток, влечение периферических нервов можно назвать прорывом. Восстановление после таких операций идет в разы быстрее. Неспростая инновация в медицине вызывает особый интерес и у представителей Армении. Биология, биохимия и физика – основные направления, по которым ученые этой страны работают с Беларусью. Наушные оборудования уже можем и без налогов уже, например, из Беларуси привезти в Армению. Надо воспользоваться этим моментом, что у нас единый Евразийский союз, совместные наушные проекты делать и наушные разработки делать и довести до коммерциализации. Что касается внедрения, сейчас нет проблем. Мы, наоборот, предлагаем и ждем законченных разработок и проектов и готовы помогать оказывать помощь во внедрении. Продумываем даже создание молодежной академии, нашей Академии наук. Прямые контакты у Национальной Академии наук сегодня налажены с 80 странами мира. Более того, в 21 веке сотрудничество уже выходит за рамки реального мира. Для обмена информации в режиме нон-стоп белорусские ученые разработали специальную интернет-платформу, которую сегодня также презентовали на форуме. Впрочем, кроме инноваций, гостей в Беларуси заинтересовали привычные каждому человеку вещи. Картошки, безусловно, яблок, сок, мармелада. И прекрасные воспоминания, впечатления. Это все вы заберете с собой? Да. Правда, и эти продукты выращены не без помощи новейших разработок белорусских селекционеров. Леонар Лутович, Павел Хатько, телекомпания СТВ. АЭС на ладони. Специальное мобильное приложение разработано в Беларуси. С его помощью можно самостоятельно изучать атомную станцию, заглянуть внутрь, узнать, как она устроена. Оно проведет по виртуальным коридорам станции. Расскажет о системе безопасности БелАЭС. Благодаря этому приложению можно изучать атомную станцию со всех сторон, заглянуть внутрь атомной станции, вертеть ее со всех сторон, узнать, какую функцию несет то или иное здание и сооружение. Любой желающий, в любое время, не обязательно куда-то идти, открывать книгу, а можно дома, лежа на диване, изучать атомную станцию и получать какую-то дополнительную информацию, касающуюся атомной отрасли. Принимает экскурсии и реальная белорусская атомная электростанция. Кстати, там функционирует большой информационный центр, где можно узнать об атомной энергетике все до мельчайших подробностей. Отмечу, что станция уже привлекает многих туристов, в том числе и зарубежных, а экскурсии будут проводиться там и после сдачи всех блоков АЭС в эксплуатацию. Беларусь поднялась на 36 место в рейтинге по индексу развития информационных технологий. Такие данные опубликовал Международный союз электросвязи. Соседями по рейтингу, который охватил 167 стран, оказались Израиль и Латвия. На первом месте разместилась Южная Корея. Россия в списке попала на 45 место, а впереди в Казахстан и Украину. За последние 7 лет Беларусь улучшила свой результат в рейтинге, поднявшись с 84 место. Отмечу, что индекс развития информационных технологий состоит из 11 показателей. Среди них количество абонентов проводной и мобильной связи, степень использования информационно-коммуникационных технологий, а также навыки их использования жителями страны. Это не просто 36 место в мире, это отнесение к группе стран с высоким уровнем развития информационно-коммуникационных технологий. Вот за эту пятилетку к этому списку высокоразвитых стран присоединилось только 4 государства. Это 3 арабские страны, Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты и Республика Беларусь. Сегодня Беларусь является лидирующей стороной среди стран СНГ. Мы обогнали, вот в этом году окончательно обогнали всех своих соседей, то есть и Литву, и Латву, и Польшу, и Украину, и Российскую Федерацию. Причем мы опережаем их достаточно серьезно. Эти люди редко придают огласке свой статус. Белорусов, которые сегодня могут открыто рассказать о том, что они ВИЧ-инфицированы, единицы. Между тем в Европе отмечается рост числа заболевших. Сегодня, в Международный день борьбы со СПИДом, специалисты Всемирной Организации Здравоохранения говорят, что это самый высокий показатель с момента регистрации первого случая. Наши корреспонденты разыскали тех, кто при ВИЧ-позитивном статусе сохранил позитивный взгляд на жизнь. Пользовались одним шприцом, ну, как и обычная схема старая. Сейчас, конечно, это не сравнить с небом и земля. Больше шансов у людей, по крайней мере, не заразиться. ВИЧ. Этот диагноз для него не прозвучал, как приговор. Наркоман со стажем Виталий был готов ко всему. О, это была в молодости, было все по барабану. ВИЧ положительным. Он живет уже 14 лет. Казалось бы, жизнь обречена, но для него, как бы странно это ни прозвучало, тогда она только началась. За это время Виталий завязал с наркотиками, стал семейным человеком и усиленно помогает людям. 24 часа в сутки он на работе. Консультирует, делает тест-пробы на ВИЧ и гепатиты, обеспечивает своих подопечных чистыми шприцами и салфетками. Звонит и в 12 ночи, и в 3 бывает. Поднимаешь трубку, порой просто побеседовать человек хочет. Понимаешь, что какая-то польза есть. Наталья тоже живет с ВИЧ. Она открыла свой статус, чтобы личная история не стала примером для других. Сейчас девушка, конечно, по-другому смотрит на ошибки молодости. Поменялись приоритеты, появились настоящие ценности. Сегодня она помогает таким, какой была сама. Сегодня в Беларуси 15 тысяч людей имеют ВИЧ-положительный статус. Если выражаться языком эпидемиологов, проблема в стране находится в концентрированной стадии. Это значит, в основном сосредоточена в группах риска. Но главная задача остановить эпидемию и победить СПИД. За последние годы в Беларуси в этом направлении удалось достичь больших результатов. С 1987 года, когда в Беларуси был зафиксирован первый случай ВИЧ-инфекции, количество хоть и выросло, но этому есть свое объяснение. Прирост наблюдается за счет того, что все больше людей проходит тест на ВИЧ. А это уже большой шаг и шанс на нормальную жизнь. Конечно, решить проблему можно только сообща. Последовательная и скрупулезная работа государства, неправительственных и международных организаций позволила снизить распространение ВИЧ среди наркоманов, а также частоту передачи инфекции от матери к ребенку всего до 2%. Никогда можно свести эту проблему. И вот результаты нашей страны это показывают. Что вот эта работа, которую мы сейчас проводим с будущими мамами, их подвергаем определенному лечению, контролируем, следим. Вот результат. Рождаются детки абсолютно свободные от ВИЧ. Ежегодно на лечение ВИЧ-инфицированных тратится десятки миллионов долларов. Препараты в основном пока закупаются и средств Гранда, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Но уже со следующего года государство берет основную нагрузку на себя. В среднем лечение одного пациента с ВИЧ обходится от 150 до 700 долларов в год. И сегодня все, кто обращается за помощью, получают ее. К слову, если еще два года назад почти все лекарственные средства были импортными, то сегодня ситуация кардинально поменялась. У нас есть национальное производство, которое только расширяется. На сегодняшний день порядка 10-11 наименований уже имеют регистрацию в Республике Беларусь. Два года назад мы начинали с трех. В дальнейшем мы планируем, конечно, расширение данной линейки. И уже на сегодняшний день, в принципе, национальным производством лекарственных средств для антиретровирусной терапии мы можем закрыть порядка 79-81% всех нуждающихся. Каждый год во Всемирный день борьбы со СПИДом принято не только подводить итоги тем, кто посвящает этому жизнь, но и всем нам задуматься о том, как остановить чуму 21 века. Валентина Железная, Александр Добриян, Виталий Распопов и Игорь Синюта. Телекомпании СТВ. Дед Мороз готовится встретить друзей. Порядка 70 тысяч маленьких гостей из России, Украины и впервые из Литвы ждут на главной елке страны. Во дворец республики также пригласят детей, оставшихся без попечения родителей, победителей творческих конкурсов и Олимпиад. Как всегда, красочная и увлекательная сказка соберет детвору уже 24 декабря. Символично, что в 2015 году на главное представление приглашены 2015 детей. Это сказочное представление. Много света, много песен, много детей, которые участвуют в концертной программе. Весело, красиво, задорно. Я вас приглашаю. И не забудьте самое главное с собой взять на наше представление. Это улыбку, улыбку и улыбку. Улыбайтесь. Помимо увлекательного спектакля, ребят ждут и многочисленные подарки. Праздник станет кульминацией республиканской акции «Наши дети», которая вот уже два десятилетия дарит им заботу и внимание. За это время акция объединила воспитанников детских домов, учащихся школ и маленьких пациентов белорусских госпесов. Далее в эфире проект «Столичные подробности» и «Новости спорта». Итоги дня подведем в 22.30. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok